Добрый день! Сейчас будет мастер-класс по тому, как использовать так называемый Кладр и Фиас. Давайте начнем с Кладра. Кому будет полезно это видео? В первую очередь, различного рода бизнес-аналитикам, которые хотят внедрить в информационную систему свою работу классификатор адресов России. На самом деле, полно сайтов в интернете, которые берут данные из одного централизованного источника и дальше их в красивой форме представляют. Для чего нужен этот Кладр? Дело в том, что в работе различных интернет-магазинов и прочих нужно использовать стандартные адреса. Давайте посмотрим, лучше один раз это увидеть, чем сто раз услышать. Это в свое время было разработано Главным научно-инновационным внедренческим центром, который все это делал по заказу налоговой службы. В главе с Мишустином и же с ними. Поэтому куча у них всяких сервисов. Сейчас найдем. Вот Кладр, вот этот нам нужно перейти. Ссылочку я эту добавлю в описании видео. Собственно говоря, лучше всего скачивать в формате 7-Z. И это архиватор такой. 7-Zip, да? Господи. И в принципе можно его скачать. Есть портабл-версия. Если у вас, видите, не всегда все работает. Так, вот. короче у нас пока сейчас скачивается вот он у нас уже скачался но в принципе установлен был этот 7zip а раром открывается неважно вот но в стандартном пакете его нет так давайте посмотрим по дате что у меня здесь было скачано и так где этот файл сейчас мы его скачаем загрузки папки вот он называется бейс вот и извлечь и извлекаем ну это мастер-класс поэтому я показываю реальную работу которой вы будете производить что бейс значит итак у нас из чего все это состоит увидите файлы имеют разную длину значит у нас в первую очередь то что вам понадобится это кладр классификатор адресов значит он состоит из следующих уровней и здесь есть памятка принципе вы можете ее всегда открыть и посмотреть значит у нас есть всегда номинование страны естественно это российская федерация надеюсь они уже допустим туда крым добавили но например если у вас есть поставки или какие-нибудь отгрузки контины в казахстан беларусь и другие страны то здесь к сожалению их не будет наименование субъекта российской федерации их восемь девять десятков наименование муниципального района городского округа муниципальный округ внутри городской территории для городов федерального значения четвертый уровень наименование городского или сельского поселения составе муниципального района или городского района городского округа пятое наименование населенного пункта шестое наименование элемента планировочной структуры седьмое наименование элемента уличной дорожной сети 8 номер земельного участка 9 тип и номер здания сооружения или объект незавершенного строительства 10 тип или номер помещения расположена в здании или сооружении. То есть, видите, целых 10 уровней. Вот, казалось бы, да, там для обычного такого человека это должен быть субъект Российской Федерации, район, город, улица, дом. Да, ну вот здесь выделено больше уровней, потому что действительно жизнь немножко сложнее. Вот, поэтому именно некоторые эти уровни пустые, да, то есть, в каких-то местах они просто не заполнены, ну, потому что более такая короткая структура. Значит, и здесь потом эта база данных, кладер, она была преобразована в фиас. То есть, в чем был недостаток кладера? В том, что когда у нас шло переименование объекта, допустим, изменялось название какой-нибудь улицы или появлялась новая улица на месте старой, да, какое-то было изменение в структуре, то старые данные не сохранялись и была доступна только текущая версия. Хотя, допустим, то есть, был дом один по улице Ленина, стал там дом номер три по улице Сталина, да. Вот, соответственно, физически это был один и тот же объект, но по факту в кладере это не было видно, поэтому внедрили фиас и туда еще прицепили до кучи еще другую информацию и в том числе там почтовые индексы, более точные, определенные. Вот, в общем, кладер это такая немножко старая версия фиас, но с меньшим функционалом, но для большинства целей его достаточно, поэтому можете использовать кладер. Как же работать с вот этими, по сути, это базы данных. Вот, вы видите, что по большому счету здесь квартир-то и нет, да, вот в этой выгрузке, то есть, эта информация, кстати, расскажу забавный анекдот, в начальных версиях этого кладера даже присутствовала информация о воинских частях, потом это как-то обнаружилось, похватились, почистили. Вот, то есть здесь тоже такие вещи встречаются. Значит, как можно работать? Можно взять Microsoft Access, да, он установлен в пакете Microsoft Office по умолчанию, это программа для работы с базами данных. Она подходит для вот такого начального уровня, не очень крупных проектов. Вот. Так, Microsoft Office. Вот Microsoft Office, ну, какую-то там можно новую версию использовать, можно старую. Они, в принципе, принципиально-то ничем не отличаются. Сейчас я просто немножко окошко под область оптимизирую. Принципиальных там изменений-то и по большому счету нет. И мы можем создать новую базу данных. Назовем ее Clutter, да? Так и назовем. Clutter. Создаем. Значит, и здесь, так, файл, внешние источники, импорт. И какой формат у нас запустим будет? А, нет. Сейчас, секундочку. Тут разные есть. Я просто забыл новый, старый интерфейс. Зачем-то ими открылся. По-моему, это формат TheBase 5. Мой компьютер. Downloads. Посмотрим, что у нас там есть. Так, сейчас я вот вспоминаю просто. А, вот Base не в эту папочку зашел. Все видите, из разных форматов он может вытаскивать. Ну, давайте вот Clutter импортируем. Вот все, собственно говоря. Видите, как быстро у нас все происходит. Вот, собственно говоря, и есть Clutter. То есть, здесь вы видите, что есть объект, да, и у него есть некое сокращение, да. То есть, это может быть сокращенное название. Не знаю, как это правильно назвать там в соответствии с описанием. Некий префикс, да, расширение. Адыгея, республика. То есть, здесь они разнесены по разным полям базы данных. Да, и то есть, и вот этот список сокращений, он приведен к некоторому стандартному перечню. Например, станицу нужно писать именно так. Город так. Хутор с буквой Х. Да, там, поселок, буква П. Дачный поселок, ДП. Санаторий и так далее. То есть, есть отдельная таблица с этими сокращениями. Давайте ее... Вот она, сокращение. Вот эта таблица с сокращениями. То есть, их аж 211 они придумали. То есть, это целая работа. И эти сокращения, они могут приниматься на... применяться на разных уровнях. Да, их тут, получается, должно было быть 10. Но их 6 здесь показалось. Хотя было написано вот в этом вордовском документе, что их 10. Автономный округ, автономная область и так далее. ГФЗ. Интересно, Москва теперь ГФЗ называется? Давайте найдем Москву. Вот, Москва из деревня. И сколько у нас Москв? Да? Вот, у нас есть... Все-таки ее оставили город, а не ГФЗ. Да, решили не резать нам слух. Оставили ГФЗ. Ну, так вот. Самое важное, что у него есть... У этой Москвы есть некий код. Да? И в ряде случаев, когда есть взаимооднозначные средства, то есть, в деревне Москва у нас есть почтовый индекс. И этот почтовый индекс может действительно быть в несколько деревьев. Вот эта деревня может обслуживать это почтовое отделение. Но в данной деревне это только одно почтовое отделение. Поэтому здесь оно написано. Давайте посмотрим вот этот почтовый индекс. Снимем здесь фильтр и применим его. Вот мы видим, что в нескольких деревнях, деревней, господи, этот почтовый индекс. И это поле не заполнено, если в MyCopy, например, несколько почтовых отделений. Поэтому на этом уровне этот индекс не заполняется. Дальше здесь есть дополнительные идентификаторы, которые больше служат для ОКАТа, да, там, для налоговой классификации. Вот. И статусы какие-то, возможно, нужно посмотреть в описании, что они значат. Собственно говоря, вот весь кладер, он состоит из 231 записи и 231 тысячи записей. И здесь все указанные населенные пункты. Теперь давайте создадим простейший запрос. И посмотрим, добавим этот кладер. Sockerbase, да, и вот. Level. И посмотрим, сколько у нас на каждом уровне объектов. Count. Да, ну здесь, на самом деле, это SQL-запрос. Вот. Хороший аналитик, он как бы должен владеть. Вот. Значит, таким образом у нас на первом уровне 1534 объекта, на втором 39 тысяч и так далее. Значит, ну, не совсем понятно, что же это за уровни такие, вообще говоря. Давайте посмотрим, что же это такое. Ага. Понятно. Значит, автономная область, автономный округ, город. Вот, у них вынесен аж на первый уровень. Да, понимаете, вот что меня смущает. Вот в этой классификации. Что здесь у них? Вот так вот все это вынесено. То есть, у них город здесь задублирован. 1435, видите, здесь тоже 1435. Вот. Что мне здесь не нравится? Значит, в этой структуре баз данных в том, что, на самом деле, здесь нам нужно посмотреть еще раз описание. И как... Что здесь совсем короткое описание? Вот. Раньше было оно более полным. Давайте разбираться. Значит, в этом самом кладре. Казармы все-таки остались. Значит, здесь у нас первые две цифры. Это... Субъект Российской Федерации. И потом следующие три. Все-таки должен быть район. Код некоторого района. Ну, вы видите, да? По структуре. Давайте посмотрим. Все-таки сделаем Следующая ВЕСТЬ Код. И возьмем от него ЛЕФТ 5. Да? И имя выведем. И сокращение. Все это сгруппируем. И выведем. И что у нас здесь получится? 220. Но нам... Нас интересует, сколько у нас, на самом деле, вот этих вот объектов будет уникальных. То есть, у нас должно... Вот, как раз получилось 20 034. То есть, на самом деле, это... Ой, извините. 20 034. Это и есть то, сколько у нас этих самых субъектов Российской Федерации и районов. Дальше нам на самом деле нужно убрать, если мы хотим, допустим, найти районы, что мы должны сказать not like так, 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 да. То есть, убрать эти 80 с чем-то субъектов Российской Федерации. Вот видите, я печатался. Так. Мы видим, что у нас осталось 1642 района Российской Федерации. Давайте еще посмотрим, что у нас есть еще. Здесь есть. NameMap какой-то. Давно не видел. А, ну, то есть, это как раз исправление. Да, то есть, у нас полное имя, некое сокращенное имя. Окей, это нам не интересно. Давайте уж дома. Мы еще дома не экспортируем. Давайте посмотрим, что там на уровне домов. Ну, там большая табличка, она у нас много. места в базе данных займет. Но она нам не интересна по большому счету. Просто мы справочные посмотрим. Вот. Рекомендуется для работы с базами данных твердотельных накопителей, так называемых SSD. Лучше по современным интерфейсам. И вы видите, что здесь даже дома, они приведены не в виде отдельной строки, а в виде массива. Те, кто программированием занимается, меня понимают. То есть, здесь они вот так вот объединены в кучу. Например, четные, там, нечетные. у них некий одинаковый код, почтовый индекс. Вот. То есть, это сделано для оптимизации баз данных. И так, у него 3 миллиона записей, да, то есть, чтобы это все быстро работало. Особенно, это было актуально, когда были медленные компьютеры и так далее. Вот. Но нас эта таблица не особо интересует. Давайте еще посмотрим, что здесь еще есть у нас. Ну, квартиры здесь там нет, информация. Names давайте импортируем. Что у нас? Альтернативные имена. А, то есть, это как раз вот, это когда у нас произошли изменения. Когда что-то куда-то там переименовалось, да. Вот, как много, видите, у нас изменений происходят. То есть, что-то переподчиняется, какие-то поселки входят в состав других, расширяется и так далее. Вот. Давайте еще раз посмотрим. Нам нужно вот здесь вот посмотреть, а что же у нас вообще происходит. Как нам все это поименовать по-человечески из всего этого кладра. Вот. Видите, что здесь куча всего. как же нам научиться с этим работать, да. То есть, нам нужно найти какие-то в этом кладре нормальное как бы наименование человеческое, да, читаемое. и есть ли у нас здесь какие-нибудь например районы, да, давайте посмотрим. Может быть деревня, промзона, вот районы, в принципе, районы есть. Вот. И значит, нам нужно сделать так, чтобы они, чтобы найти районы, чтобы они заканчивались на вот этот вот символ. вот. И тогда у нас здесь будет в принципе нормальное так вот сделаем микрофончик подряд. Сейчас кладер. почему у меня кладер так телевизор. Код. Вот так вот посмотрим. Условия. Вот. То есть мы поставили условия, чтобы у нас именно были названия районов. Код. Сейчас я правильно все сделал. Like. Все верно. Так. left затяжу вроде. Вот. Окей. Значит, таким образом мы решили нашу задачу и выявили, что у нас есть районы. И их оказалось так. В принципе, база данных нормализована. 1886 у нас. группировка. Так. Окей. И это мы назовем давайте назовем это код района. Код района. И вот этому у нас код уровня 2. да. И давайте к нейму еще выведем сокращение. Таким образом мы здесь выявили вот вот эти вот районы 1886. Теперь нам нужно в принципе мы можем вот это вот ограничение убрать и тогда у нас выведется то есть республика Адыгея и дальше пошли ее районы. Республика Башкортостан и дальше районы этого Башкортостана. И давайте посмотрим в Москве есть ли вот эти московские районы либо они здесь вынесены на третий уровень. Ну вы догадываетесь что Москва это 77 регион будет у нас. Вот все-таки здесь значит как отдельный уровень это поселки. Вот таким образом вот этот кладер в принципе я думаю на сегодня этого будет достаточно. В принципе все эти данные отсюда можно копировать например в Excel и дальше работать прямо в Excel. вот в принципе на сегодня я думаю все. Спасибо большое за внимание. Если есть вопросы то пишите там в комментариях вопросы ставьте лайки. Пока.